Да, да. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, отверзи уши и очи нашего сердца, чтобы нам услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Господи, помоги нам так, как странники мы на земле и пришельцы. Не скрывай от нас заповедей Твоих. Господи, сделай так, чтобы наша беседа сегодня была для всех полезна и чтобы многие из нее получили пользу молитвами святаго апостола, евангелиста Иоанна Богослова и всех святых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Итак, сегодня 25 января. Мы проходим первое послание Иоанна Богослова и сегодня уже остановились на пятой главе. И с нее же начнем. Пятая глава, первый стих. Сейчас я эту демонстрацию включу. Итак, приступаем. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, родившего с большой буквы, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Толкование блаженного Феофилакта. И это говорится в подтверждении вышесказанного. Если мы от Учителя, Учителя с большой буквы, получили заповедь любить друг друга, то без сомнения, без сомнения, если веруем, что Учитель наш Иисус есть Христос, а Христос Он в том смысле, что есть Бог и вместе человек, должны соблюдать и заповеди Его, как Учителя и как Бога. Веруя же, что Он есть Бог, то есть веруя, что Христос есть Бог, мы получаем имя детей Его. Как и в Евангелии сказано, первое, прошу прощения, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «Тем, которые приняли Его, то есть Христа, дал власть быть чадами Божиими». Сеофилак продолжает. «То есть, которые уверовали в Него, те и стали детьми Его, те и стали детьми Божьими. Если же мы родились от Него, то есть от Бога, то без сомнения должны и оказывать должное родителю, родителю с большой буквы, то есть любить родившего. То есть как оказать должное родителю, отцу? Мы это можем доказать только любовью к его сыну, и наоборот, то есть как доказать любовь к отцу? Любить сына нужно. Если же все мы, уверовавшие, родились от Него, то есть от Бога, то мы должны любить друг друга и как братья, и как рожденные от Него, от Него с большой буквы, то есть рожденные от Бога. В подтверждение сего апостол и говорит, что любящий родившего любит и рожденного от Него. Потом опять говорит, что любовь к братьям или чадам Божьим доказывает любовь к родившему. То есть если ты любишь братьев и чад Божиих, значит тем самым ты доказываешь, это явное доказательство, что ты любишь и Бога, то есть того, кто родил. Выше он говорил, что любящий Бога любит и брата своего, а теперь говорит, что любящий детей Божиих любит и Бога, и любовь к брату поставляет доказательством любви к Богу. Ну это я уже говорил, то что останавливался и говорил, что ты докажи мне свою любовь к Богу, как ты любишь Бога, где доказательство? А ты это докажешь именно делами, а дела это любовь, любовь к братьям. Вот и здесь прошу внимания обратить на слова, что если, слова апостола, он дает понять, что если мы не любим Бога и не соблюдаем Его заповеди, то и грош нашей любви к братьям. Это говорит именно вот этот стих, второй стих, что мы любим детей Божиих, узнаем из того, что когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Потому что многие же ведь, мы многих можем сказать, что они любят людей. Но дело в том, что они детей любят, это понятно, но если они не соблюдают заповеди Божьи, а следовательно, если не любят Бога, то это уже, у них любовь не человеческая, ой, не божественная к людям, а любовь такая, то есть человеческая, тривиальная. Вот, то есть, как узнать, что ты рожден от Бога? Для этого нужно иметь веру. Если у тебя веры нет, это значит, ты не рожден от Бога. Вера, для Священного Писания, вера и любовь – это синонимы. Христос говорит, кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет. То есть, а как ты соблюдешь заповеди, если ты не веришь в Него? Мало называться христианином, важно еще и жить по заповедям Божьим. А чтобы по ним жить, нужно их знать. А чтобы их знать, нужно читать Священное Писание. Потому что, к великому нашему сожалению, многие православные абсолютно не брегут от чтения Слова Божия. Они могут что хочешь читать. И Игнатия Бринчанинова, и Феофана Затворника, и прочее, и прочее. Но, когда начинаешь говорить, понимаешь, что Слово Божие для них неинтересно просто. У них как-то уже кто-то какую-то закваску, похоже, заложил, что будешь Слово Божие читать, повредишься умом и еще что-то. Ну, к такому выводу просто приходишь. Я не утверждаю, что это так. Но Евангелие у них стоит, к сожалению, у большинства на последнем месте. Но никак не на первом. Это очень удивительно. В отличие от этих сектантов, от протестантов, православные очень далеко отстают от них. Поэтому и большинство, в большем случае, протестанты благовествуют, в отличие от православных. Редко увидишь, когда православный другому человеку говорит кому-либо о Христе. Он скажет о посте, еще что о чем-то может сказать. Но о Христе он не скажет это. Он скажет, подумает, наверное, что об этом должен сказать священник. Но и от священников обычно не дождешься, чтобы он говорил о Христе. Я не утверждаю, что они вообще не говорят. Но в большинстве они не говорят. Это я верю, потому что своим ушам и глазам. Я то, что вижу, о том и говорю. В храмах. Брат, пояснить я хотел здесь. Да, пожалуйста, брат, конечно. Ну, что понятнее. Никто вопросы не задает просто. Я поэтому думаю, что... Ну, вот, вот, гляди, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родивший любит и рожденного от Него. От Бога рожден. Все просто. Сейчас все будут верующие, кто в храме стоят у нас. Они все могут быть верующими. Кого? Ну, спроси вот это вот. Всякий верующий. Иисус есть Христос. Иисус Христос? Спроси. Ну, скажи, ну, Христос, да. Ну, все, ты молодец, рожден, похлопал по плечу его и все, брат там и так далее. Тут речь-то идет о том, чтобы разбирали всякий верующий, что Иисус есть Христос. Вот ты опрос сейчас сделай кого-нибудь, спроси. Иисус Христос для вас. И вот, ну, допустим, вот Игорь Хирный, Валентина Хапелина вот тут у меня вышли. Просто спрашивать надо людей. Христос. Ну, а теперь поясни, кто такой Христос. И тогда мы будем видеть, человек рожден или не рожден. Сразу. Практически моментально. Человек не сможет тебе, если не рожденный, отвечать так, как должен отвечать христианин. А так можно далеко уйти. А нам, Господь, через апостола Павла говорит, различайте духов, какие они. Вот коринфяне вообще ничего не различали. Да и галатам досталось. Безразличие. Да и вообще очень сложно было различать. Это нужно, чтобы был лидер, который, или люди, христиане, все обладали качествами лидеров. Чтобы можно было различать человека и поставить его на свое место, этого человека на место в своей душе. И поставить его на место среди вот сегодняшней ситуации. Каким голосом сказать, как слова найти, как апостол Павел, или как вот Иоанн Богослов сейчас. Все это архи непросто. А если вот по этим словам, то все протестанты, они такие молодцы. Нам можно в ад просто дружно взять и идти, прям хлопнуться. Они все на небеса вознесутся. Они все знают о Христе, и места Писания подскажут и так далее. Но если ты начнешь разбирать предметно, то увидишь, что они символ веры поют. Я был у них на концерте, у пятидесятников, нео-пятидесятников новых. Это какой был, 2003 год, конец, перед 25 декабря. Да, 25 декабря они давали концерты, я там у них был, 2003 года. И они поют символ веры, кроме последнего определения, апостольская, соборная, соборная апостольская церковь, они не поют. Все остальное поют православные. Женщины в длинных нарядах таких, вязаных. А на голове такие плоты тоже вязанные. Вязанные. Такие, как что-то древнерусское, такие, не спадает, вот так красиво. Так зайдешь сразу в концертный зал и скажешь, шоу православное, ничего подобного. А дальше песнопения, баптистский, протестантский. Ну все. Да, это и, в общем, ну думаю, что и Валентина Хапилина, и Игорь Хирный, они, ну понятно, они скажут, кто такой Иисус Христос. И я более того, я думаю, что большинство, процентов 90, даже больше скажут, кто такой Христос. Но вот я по своему, это скажу, опыту, вот сегодня тоже разговаривал с человеком. Ранее к нему заходил, ну верующий, знаю его, потому что по прошлой жизни. И ходит в монастырь, помогает и прочее, и прочее. И сказал, и книгу подарил Игнатия Тихоновича к истинному православию, принимает человек. Но в итоге смотришь все равно, вот сегодня я был опять на этой встрече. Нет, это, поняла, что некрещеная, все вроде бы как. А сегодня разговор за разговором, и смотришь, она вот, понимаете, причащается, и еще что-то. Вся, ну там, какие-то у нее болезни и прочее. Это большинство случаев. Вот они-то как раз, вот вопрос, знают ли они Христа, вот о чем речь. И... Ну, она и не сможет узнать-то, потому что все окружение... Вот сейчас у них там, ну, у нас тут много умирают людей. Они сейчас друг за другом псалтирь читают там и так далее. Ну, я уже сколько бьюсь, говорю, ну вы, давайте собираться, давайте жить по Евангелию, изучать Священное Писание. Вопросы задавать и друг другу помогать. А что вы все разобщенные, все какие-то, ну, Евангелие... Брат, ну давай спросим на всякий случай. Давай я вопрос задам. Да все скажут, брат. Кто-то пускает. Давайте, давайте. Ответит. А то ты так много дифирамбов споешь. Ну, давайте. Кто помазал Христа? Как это было? Христос помазанник? Христос это помазанник. Вот Иисус Христос, он помазанный. Давайте конкретно мужскую моду. Вот Дмитрию... Да, я вот конкретно всем задаю, как Христа помазали, рассказывайте. Никому же вопросы, все же все знают. Давайте, матросы. Помазали Божий. Вот как Бог помазал Христа? И Дух Святой сошел во время крещения. О, правильно. Это надо было сразу. Это надо было сразу ответить, кто там сказал Божий. Конечно, Божий, а чей же еще? Дух Святой с не шел во время крещения. Вот как было помазание-то совершено. Просто и в то же время вопрос не задашь и не знаешь, ответите или не ответите. Молчите, как партизаны. А кто-то и не знал этого. Сознайтесь, кто не знал. А про помазание, что нам известно? Как помазывали раньше? Местописание, кто может сказать? Ну, например, Самуил помазал Саула. Ну, пускай поговорит еще кто-то, брат. Я вопрос задаю не для тебя. Давайте. И Николай помолчает. Чтобы хоть кто-то начал говорить. У нас же кружок благочестия, а у нас пропасть благочестия называется. Я это к тому говорю, что люди начинают бояться и думают, что какие-то сверхъестественные вопросы, сверхтяжелые задаются. Нет, очень простые, элементарные. Я поэтому тебе и сказал, почему вопросы-то легкие не задаешь. Обыкновенные вопросы позадавай людям-то, чтобы те, которые только что пришли, смогли понимать, что тут люди чему-то научились, что-то понимают и что-то соображают. Что за молчание-то? Вы вообще все должны тут тараторить, как вот птички у брата Каримова. Молчание постоянно, молчание, молчание. Никто такое делал, как будто вы держите при себе все это. Рядом с вами уже люди, которые очень мало знают, меньше, чем вы. Вы почему не трудитесь-то? Вчера вышел человек, который только недавно пришел. Вопрос хороший задал. Но не понял он этого вопроса. Ответа не понял. Ну и понятно, а вопрос-то хороший задал. И очень глубокий. Про учительство сегодняшнее. Кто учитель? О кому говорится? Очень такой сложный вопрос. Но в то же время не очень сложно. Все же написано в Слове Божьем. Почему столько уже проходим? Я уже вопрос поставил. В воскресенье многие слышали. Идем только одни послания. Я не знаю, на сколько раз уже. Это я третий год или четвертый уже пошел. Идем послания, послания. Я немножко тут разрядил. Братья попросили Ветхий Завет хотя бы. И опять послания. Я не помню Новый Завет, только вот у нас Евангелие от Марка. Но там по особенным идем. Евангелия нету. Все послания, послания. И никто ничего, все молчат опять. Молчат, молчат. Четвертый год уже все молчат. Практически все. Ну, брат тут Александр, там Николай. Вячеслава не бывает. Он по времени не попадает. Думаю, что-то бы тоже сказал. Ни сестер, никого не слышно. Практически все молчат. Надо напоминать, брат, что у нас кружок благочестия называется он. Вот это вот занятие. Кружок благочестия. Вот ты прочитал, и люди должны или задавать вопросы, или добавлять примеры жизни и так далее. Что там у них произошло. Ну, короткое. Поэтому три минуты там дается, и все. И кто уже давно здесь, тот должен благочестиво отвечать на вопросы. Что он понял, чего он добился. Он отвечает, ты не для себя это говоришь-то. Мы тебя не проверяем, это не экзамен. Ты говоришь, для тех, кто здесь новенькие пришли. Они слушают и понимают. А то одни и те же говорят такое впечатление, как будто у нас Ленинский университет миллионов. Один Ленин вещает из гроба, все остальные что-то слушают. Ян-то в Рызновску. Да, да, говори, для чего Христос? Почему Христос? Помазали кожу. Отлично. Почему помазали? Для какой ход? Люди увидели. Кого? Господь. Братья, вот глядите, вы так редко отвечаете, что вот вы сейчас что-то начали говорить, Дмитрий. А мы вот, я вот лично ничего не разбираю, что вы там говорите. У вас ни микрофон не настроен, ни речь не настроена. Вы или ближе подносите к губам и говорите внятно. Слышно, нет? Подождите, не торопитесь. Слышно? Говорите, пожалуйста, внятно и спокойно, что вы хотите. Сейчас, погоди, минуточку. Я тут у меня с этим, со связью, видать, сложно сказать. Спокойно, мне говорите, а то ничего не получается. Сейчас он объяснит. Говори, Дмитрий. Работает? Да, тоже. Еще раз скажите, пожалуйста, кто-нибудь. Слышно меня? Хорошо слышно. Ага, отлично. Вот мы сейчас с напарником работаем, и возник такой вопрос. Вот Игорь Владимирович опередел. Не опередел, а как бы изначально был. Кто такой Христос? Вот там вначале написано, кто верует, что Иисус есть Христос. Вот я спрашиваю его напарника, кто такой Христос? А Игорь Владимирович уже начал дальше о помазании Христе. А этот вопрос как бы не открыли? Я слышал, о чем вы говорили, и вы говорили правильно. Просто было плохо слышно. Вот можешь, Дмитрий, передать еще получше. Ну давай, Алексей. Христос кто? Помазанник. Алексей говорит, помазанник пришел. Пришел помазанник. Духом святым. Духом святым пришел. Теперь вопрос. Для какой цели он пришел? Спасти людей от грехов. Забрать людские грехи, своей кровью искупить. Святой. Совершенно верно. Совершенно верно. А Христами кого еще называли там? Ну вот в Ветхом Завете? Да. Ну это можешь ты сразу и ответить на этот вопрос. Христами с маленькой буквы. Пожалуйста. Да. Кого? Аарона. Нет. Нет? Ну первое его. Царей? Царей, по-моему, да? Царей первосвященников. Нет. Да. Ну там написано в Библии, как нет. Это да. По поводу помазания, вот нашли там местописание. Исход, да? Книга Исход. 28-41. 28-41. Первый был помазан Аарон. Аарон. На служение Господу. А сейчас у нас помазание идет, ну вот сейчас на данный момент, когда после крещения, принятия крещения, помазание, священник помазывает нас елеем. Да, елеем. Да, елеем для того, ну как бы… Символ сообщения человеку. Символ сообщения Духа Святого. Сошесть как бы Духа на тебя святого. Таинство мира помазания называется? Да, все правильно. Как бы? Дмитрий, вы крещены вообще? Вы крестились? Мы с вами знакомы вообще? Это брат наш, это он постоянно на занятиях брат. Он сейчас слово «как» бы сказал. Он сказал слово «как бы» «сошествие Духа Святого». А, ну это за речью надо просто следить внимательно и все. Это тут работать над этим надо. Не только за речью, за душой надо следить. За душой. «Сошествие Духа Святого через елеем помазания». Все принято, поправлю. Неправильно сказано, неправильно. Пафоса много, а надо почаще выходить и говорить. Я про это и расскажу. Хорошо, я понял. Ну, не елеем. Елея помазания – это отдельное таинство церкви. А ну-ка по таинствам давайте пройдемся. Кто нам семь таинств расскажет? А может восемь, а может девять, а может той двенадцать найдет. А? Давайте, таинство. Загибай пальцы по порядку только, чтобы было. Чтобы никак попало. По порядку. А то может быть и не крещение первое. А то может и крещение. Первое. Ну, я вообще тебя не тороплю, ты там работай. Я ко всем обращаюсь. Что ты думаешь, я на тебя напал и хочу тебя выжать, что ли? Мне это не надо. Нет, я готов повыжиматься, нужно. Я люблю задавать вопросы и не люблю, когда не отвечают на них. А когда отвечают, я очень даже рад и в блаженстве нахожусь. Ну, давайте я вот самое, что вспомнил. Может, я не вспомнил. Загибай пальцы всегда. И вспоминай, где ты присутствовал на таинствах. Так, крещение. Где тебе повезло, а где нет. Первый вход в крещение. Потом миропомазание. Потом миропомазание, получается. Евхаристия. Вот теперь на место ты поставил миропомазание. Молодец. А я сразу же сказал крещение сначала, а потом миропомазание. Нет, нет, не надо меня ловить за язык. Ты сказал елее помазание. Так что не надо меня сильно ухватывать. А то у меня язычок нежный очень. Не надо. Все, благодарю. Я усвоил миропомазание. Причастие. Потом причастие. Покаяние. Покаяние, я не знаю. Покаяние. Покаяние следующее. Нету такого таинства покаяния. Таинства священства. Нет, есть похожее таинство, оно прям называется по-другому. Покаяние, это вначале ты проходишь покаяние пред Богом. Перед тем, как крестишься. Исповедь. Исповедь. О, молодец. Исповедь после чего у нас? После крещения. После причащения. А, после этой очереди. Так, дайте еще раз. Крещение, миропомазание. И это, причастие, евхаристие. Исповедь. 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 Исповедь, отлично. Еще три. Или сколько? Три или четыре. Может пять где-то, да? Четыре. Четыре назвал. Значит, у нас там идет священство. Сколько всего? Семь. Всего семь сказали? Сколько всего? Кто знает точно? Семь. Семь, семь, семь. Семь, правильно, семь. Вы знаете, что когда вы будете со священниками говорить, они могут вам восемь и девять назвать. Так что знайте, что семь. А местописание кто найдет по-быстренькому? Почему семь? Кто, скажем, местописание найдет? Семь. Семь. Но это полнота церкви? Ну, давайте. Нет. Если не найдете, то у вас есть кому подсказать. Вы уж давайте трудитесь только. А мы уж постараемся для вас, братья наших. Так, ну, четыре назвали. Получается еще... Танец священства. Священники. Танец священства. Венчание. Венчание. И... Елей помазание. Не знаю. Да, там написано. Елей помазание. Седьмое какое танец? Елей помазание. О, Елей помазание на свое место ставите. Да вы вообще молодцы. Вы все знаете, оказывается. Это в конце, да, уже? Все, последнее. Елей помазание? Да. Ну, Венчание вы сказали, да? Венчание, священство и Елей помазание. Да. Совершенно верно. А какие еще два, вы сказали, могут назвать священники? О, монашество? Монашество могут назвать. Настоящая сила Божия. Не, 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 надеюсь, это связано с таинством причастия. А в Библии найти? В местописании? О, видите, немножко хоть мы развеселились. А то все один говорит, да говорит. Уже устал язык мозолить. Вот хорошо. Отлично. И немножко вспомнили. Все должно отскакивать от этих, от зубов называется. А Елей помазание, это соборание, что ли? Да, совершенно верно. Ну, гляди-ка. Знает тоже все. Молодец. Да мне нельзя говорить просто. Так ты и не говори, молчи. Я про это, над тобой подтруниваю немного. Так, хорошо. Игорь Владимирович, я вас благодарю маленько за развесели, ой, разшевелили нашу группу. Давайте я предлагаю к следующим стихам пройти, чтобы немножко у нас... Не-не, подожди. Теперь давай местописание. Мы же сказали слово семь. Правильно все рассказали о семь таинствах. А откуда это мы взяли-то? От верблюда, что ли? Да-да-да. Давайте, ну-ка, напрягите мозги. Прошу вас. Наверное, утверждение, наверное, соборами может быть. Соборы. Соборы-то на своем месте стоят. Да мы не на том месте. Никто не знает, да? Сколько человек там у нас? Ну-ка. 42 человека. Интересно. Ну, кто-то бы сказал, наверное, не знаю точно. Это говорится о том, когда в Писании сказано заболеешь ты и призови к себе священников и пусть они над тобой помолятся. Это или помазание, правильно? Совершенно верно. Ну, а теперь внимательно прошу записать всех местописания о семи таинствах церкви. Готовы все? Итак, притчи Соломона 9 глава. Записывайте, забудете. Первый стих. Ну, с первого стиха. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. Искудаумному она сказала. Иди, ешь, ешьте, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумное и живите и ходите путем разума. Вот. С первого по шестой стих. Вот так. Запомнили? Семь столпов церкви, говорят. Откуда они взялись-то? Ну, все. Можешь идти дальше. Все, благодарю. Утверди столпов седьм. Это паримии читаются во время богослужения. Часто причем. Ну, конечно, брат. Как тебе-то не знать? Нет, это я говорю для всех. Так, значит, третьи и четвертые стихи. И поэтому, братья, не может быть ни восьмого монашества, ни девятого института патриаршего какого-то. Только семь. Так, третий и четвертые стихи. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияя есть победа, победившая мир, вера наша. Толкование. Связь такая. Любовь состоит в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Почему? Потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. поскольку полным доказательством любви к Богу апостол указал соблюдение заповедей, а некоторым думалось, что заповеди Божии тяжелые, то и говорит, и заповеди Его не тяжкие. И сейчас он будет доказывать, почему заповеди Его не тяжкие. Внимание. Ибо что тяжелого в деле любви к брату? Что, например, тяжелого в том, чтобы посетить узника в темнице? Ибо повелевается не выпустить из темницы его, что было бы трудно, а только посетить. И больного повелевается не освободить от болезни. Внимание. А только посетить. И голодному не повелевает предложить стол из многих блюд или нагому подать одежду, приготовленную из драгоценной материи, но доставить крайне нужное, чего ищет голодный и ногой. Сказав это, указывает и другое побуждение к любви. Какое? Спрашивает и отвечает. Победу. Это вот на стихи, что ибо всякие рожденные от Бога побеждают мир. Второе побуждение к любви – это победа. Говорит, что через любовь к брату, соделывая себя детьми Божиими, вы имеете уже и воздаяние за это доброе качество. Какое? Победу над миром, ибо рожденные от Бога побеждают мир. Все, тут не должно быть какого-то колебания. Потом объясняет, в чем состоит победа и через что она совершается. Тем и другим называет веру, то есть веру в Бога, которая, родившись от Бога, победила и прогнала всякое неверие. Запомните, братья, и запишите это предложение. А как вера побеждает не одна сама по себе, а вместе с имеющим ее, то прибавляет. И кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Тоже сей Иисус. Иисус Христос, пришедший водою и кровью. Об этом он будет говорить дальше. Пришедый именно водою и кровью. То есть тут говорится не просто о том, что... Не просто о вере. Абы какой. Многие же говорят, ну кого не спроси, атеистов вообще по статистике очень мало. И все говорят, ты веришь в Бога? Верю в Бога. Но здесь идет речь о вере евангельской. О том, что Иисус пришел водою и кровью и более того, еще и духом. Об этом мы будем читать в следующих стихах. Вот это именно и заключается в этом вера заключается. Потому что иначе грош цена твоей вере, если она у тебя не евангельская. То есть, если ты весь во грехах и веруешь в Бога, а что тебе от этой веры-то? Но Бог написано не любит грешника, ненавидит как грех его, так и самого грешника ненавидит. Так что то, что ты веришь в Бога, и бесы сказанно веруют и трепещут. От этого пользы нет. Никакой. Но мы должны именно верить евангельской верой. Бог сотворил смерть и жизнь. Понятно? Бог сотворил смерть и жизнь. И говорит, избери жизнь. Все. Это второзаконие он там говорит так Господь. Поэтому важно, какой верой ты веруешь. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Просто я это к чему. Я же не просто это так говорю, чтобы просто слова какие-то говорить. Я разговариваю с людьми. Они говорят, я верующий. Но Христос это не Бог. Это пророк и говорит все, мы его признаем. Но это не Бог. Если это не Бог, то вообще наша вера, как апостол Павел говорит, тщетна вера ваша. Потому что если Христос не Бог, то он и не умер. А если он не умер, то он и не воскрес. А если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша, тщетна наше упование. Этих стихи, кстати, если кто может, сбросьте, мы их правильно зачитаем. Это апостол Павел говорит. По-моему, или к римлянам, или к коринфянам. Сейчас я наберу. Сейчас. Вот нашел. Это первое к коринфянам, 15 глава, стих 14. Это главный догмат наш, православный, христианский догмат. Давайте, значит, начнем. Первое к коринфянам, 15 глава, с 12 стиха и даже можно по 15. Итак, если же о Христе проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что он воскресил Христа, которого он не воскрешал. То есть мертвые не воскресают. То есть все рушится. Когда ты Христа не признаешь за помазанника, за истинного Сына Божия, вся твоя вера, она рушится и оказывается верой только на словах, но не на деле. Ты лжешь сам себе и окружающим и Богу. Брата, ты процитировал, наполовину стих оборвал, а если его закончить, Евангелие Таана 14,6, Иисус сказал ему, я есть им путь и истинная жизнь, а дальше то, что совершенно не могут принять миллионы людей на планете, мусульмане, магометане, иудеи не могут принять это. Он говорит, никто не приходит к отцу как только через меня. Они говорят, нет, мы к отцу так и без тебя пришли. Ну да. Конечно. Брата, у меня простой вопрос. Прочитал ты до конца же, да? Да, я все. У меня простой вопрос. А какие заповеди соблюдать Божие? Божие. Ну, хоть немного перечислить этих заповедей. Давайте, братья, быстренько, быстренько скажите, и мы сразу эти заповеди зачитаем. Ну, там ничего сложного нет. Кто-нибудь, кто посмелее? Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего. Как самого себя, да? Да. Вот, но еще хотелось бы именно вот заповеди, которые Христос принес, когда он говорит, что я пришел не нарушить закон, но исполнить. Вот там дальше какие заповеди? Ну, там не убей, почитай родителей. А что, нельзя, что ли, открыть местописание и прочитать? Вас же конкретно спрашивают местописание. Давайте будем библиистами. Найдите местописание или скажите, найдите вот это местописание и прочитаем дружно хором о чем Господь говорит. Заповеди блаженства. Аллилуйя, все. Отлично. Давайте я открою их. Александр Шацкий плюс. Пять баллов тебе. Молодец. Да. Значит, сейчас. Еще, если скажете, какой глава и стих Писания вообще будет пять с плюсом. Матфея, четвертая глава. Вот, не угадал. Пятая глава. Угадали. Молодцы. О, вот там брат, знающий Слово Божие. Да, радостно, когда люди, братья знают все. Ага, что-то работали, работали, и кирпич упал кому-то на голову или на руку. И такие раз сразу что-то оживились сильно. Так они знают, они все знают, просто как-то вот. Знают, только, говорят, молчат. Ну, давайте зачитаем тогда эти заповеди. Ответим брату Игорю Владимировичу на его вопрос. Я не отвечаю. Мне это сказал Александр. Да, давайте отвечайте на мой вопрос. Отвечайте, а то я расстроюсь. Нет, я зачитаю заповеди, зачитаю. Мне же указали зачитать, я зачитаю. Давайте с первого стиха. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие, и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас. И вот это я хочу, вот этот момент еще зачитать. Христос говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам. Да коли не предет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, которые мы перечислили, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это имеется в виду, что речь идет о заповедях блаженствах, которые сейчас мы зачитали. А теперь, брат, из этих заповедей блаженства каких заповедей не было у иудеев при горе Синае? Ну, немножко такой расширенный вопрос. Каких не было заповедей? Ну да, он же дополнительный заповедей блаженства, каких не было, а какие были по заповедям блаженства, если пройтись? Да, давайте подумаем. Это пища для ума. Смелее, братья. Какие заповеди блаженства, открой их. Пускай не будут. Пускай читают, думаются. Еще, еще, на них, вот они. Сейчас, сейчас я даже сделаю вот так вот немножко, чтобы они были немножко, а что-то не делаются. Быстренько открывайте там толкование, давайте, побыстрее отвечайте. Какие заповеди из блаженств Господь уже дал, их надо было просто теперь духовными сделать, через Писание исполнять. А какие новые совершенно вообще, которые не понимали они его. И поэтому они его излословили. Он в седьмой главе первым стихом и сказал «Не судите, да не будете судимы». Он же для них это сказал. Они не поняли заповеди блаженства, но мы-то понимаем. Но я думаю, никто не потянет. Это я так уж чисто теоретически. Так что, брат, можем дальше идти. Очень сложный вопрос, я задавал. ответить, Игорь Владимирович? Да ладно, ну давай, отвечай. Милости? Конечно, конечно. Он же сказал, милости хочу. И миротворцы тоже. Главное заповедь, это миротворцы, миротворцы. И об этом Господь будет дальше говорить. это я только не все, я просто чуть-чуть просто маленько тоже включаюсь в ваш разговор. Вот она. И все? Больше ничего? Нет, ждем, может кто-то еще дополнит. Братья, я отвечу на этот вопрос. Все эти заповеди, они все странные для иудеев. Все. Как одна заповедь блаженства. Они не знали, что такое вера, а заповеди блаженства открываются только верующим людям. Запомните, это заповедь о любви к ближнему своему. И что ты за него отдашь душу свою и с запознания Христа ты готов идти на смерть до конца. Вот о чем эти заповеди. Девять заповедей. Их не десять, а девять, я так понимаю, в отличие от ветхозаветных. А ветхозаветные конкретные заповеди плотяные, которые должны были человека по идее привести к Богу. И что люди исполняя сказали бы о мы веруем в тебя какие прекрасные заповеди. Но заповеди оказались на смерть. Вот так к смерти оказались они ведущие. Они к жизни. Поэтому заповеди и отменены. Ну как отменены? Они не отменены, они просто заменены. Вот так. Ветхий завет поэтому называется. Они старые, они закопанные, они в склепе. Ветхие. Да, я бы сказал, они не отменены, они дополнены просто. Ну, например, взять заповедь не убей. Она же не... Почему вы сразу не сказали блаженный нищий духом? Это же... Братья, это... Ну, кто по платиному ответит мне на этот вопрос? Я мамочке своей сказал, мамочке говорю, блаженный нищий духом, хорошо или плохо она? Ой, сынок, нищим-то ой, как плохо быть, ой, плохо, как раздыхало. Я говорю, так духом. Духом? Ну да, духом, давай еще подумай. Потом, ой, что же я такая? Чего же я не поняла-то? Тихо, тихо. Я даже больше скажу, тут многие не смогут объяснить, что такое нищий духом. Я думаю, я могу ошибаться, сразу скажу, но я просто по себе сужу, поэтому. Ну, мы уж не будем до этого доходить, это... Когда Евангелие будем проходить, я почему все скорблю, что у нас нет Евангелия? Который раз уже послание, послание, все такие знатоки послания, я прям даже удивляюсь. Ну, мы начали со сложного, потому что Евангелие, мы сейчас, в данный момент Евангелие проходим. Ну, и что, это легкое, что ли? Нет, послание там более запутано, как бы. Так ты послание не будешь знать, пока Евангелие не пройдешь. Послание это толкование на Евангелие. Послание, толкование на Евангелие. Послание это квентэссенция, то есть концентрация вот Евангелия. То есть взяли вот все Евангелие, просмотрели его и теперь людям показывают, которые уже вообще не живут. Вот что Христос до вас доносит, вот что доносит он. И начинают говорить о Христе так уже кратко, это Агнец Божий, который берет на себя грех мира, вот он, вот как берет его, кровь его льется за нас, с креста, на нас, и так далее. По окровавленным стопам идем, не отклоняясь и так далее. Отчего не отклоняясь-то опять же? Это уже мы узнаем из Евангелия только. Надо поднимать Евангелие. Ну и вообще на заповеди, вот заповедь блаженствует, их каждый день надо проходить. Каждый день, чтобы... Их надо наизуне знать вообще. А мы, а мы только сейчас первый раз, я не знаю, за сколько лет, ну, не сколько лет, но однозначно месяца два-три мы вообще о них не вспоминали никогда. Сейчас спроси, правильно ты скажи, спроси, что такое, объясните. И белые крылья полет неземной. Так, у нас Александр, брат, хотел сказать, определение, объяснить, что такое нищие духом. Пожалуйста. Смиренные люди, правые нелюсти, страшно, как раз, неудерение. Смирение перед окном. Это дорогу перекатит. Плохо слышно вообще. Да, плохо слышно, булькаете там где-то. Эхо идет и булькает заодно. Ну, в общем. Но пожелания вижу какие-то хорошие, хотел сказать. Ну да, он говорит смиренные и так далее. Но я бы хотел, чтобы более обширно, ну ничего, это вот сейчас у нас начнет заниматься по Евангелию брат Иван. Скажите. Грибанов. Так, пожалуйста. Давайте я коротко вам скажу, коротко кто-то скажет блаженство. Что такое блаженство? Дмитрий хочет сказать. Дмитрий. Давай, Дмитрий разошелся, молодец. Не, не, я это, не особо разошелся. Я, насколько я помню, это чувствую себя недостойным спасения своего. Недостоин, ничего я не сделал для того, чтобы Господь как бы спас меня. Не, брат, все, все, притормози немножко. Достоин ты, иди там к попам, там поговори, они любят это все. Достоин там, самый мерзкий, примерзкий, плохая обезьяна, все это мы уже слышали. Нет, это блаженный, нищий духом к другому относятся. Нищий духом. Что это? Значит, есть богатый духом? Или нету? Или стремимся к богатству духовному? К духовному, не к душевному богатству стремимся. Христос им говорит, я перед вами стою, тот, который духовное сотворил, то есть, Писание даю вам. Из моих уст сейчас выходит выходит дух Божий, а вы ушами своими слушайте, не хлопайте. Вот что такое духовная нищета. Вы никогда без меня не спасетесь, без моих слов вы ничто. И мы говорим, Господи, без тебя мы ничто не можем творить, веди нас словами твоими, делами твоими. И даже, когда он поднял взор к небу, написано у блаженного Феофилакта, хотя это златоуст, он нам этим показал, как нужно молиться Богу, даже просто телодвижением своим. Просто поднимай взор к небу и начинай молиться про себя, устами, как Господь делал, подражай ему во всем, потому что Христос Бог, вот любое движение, он как делал, ходил где-то, где-то сел отдохнуть, беседовал с кем-то. Это все Господь нам показывает, как спастись. А первым делом, конечно, его слова. И поэтому мы нищие духов без Христа, а Христа сейчас нет. Кто остался у нас? Учителя, священники остались, книги святых мужей остались, и, конечно, в первую очередь, Слово Божие. Вот оно вам и во спасение. Все, с Богом. Да, спаси Христос. И я тоже хотел добавить, как я эту заповедь понимаю. Нищие духом, я бы аналогию ставил не с тем, что богатый духом, а с тем, что есть нищие духовные люди, а есть нищие материальные люди. И нам всем понятно, что нищие материальные, ну, это несчастные люди и прочее. А почему несчастные? Они требуют денег, они требуют материального, им не хватает. А почему блаженные нищие духом? А им они требуют духовного, они требуют Слова Божия, им не хватает. Поэтому и сказано еще в другом месте, в этих же заповедях блаженствах, Христос говорит, блаженные алчущие и жаждущие правды, то есть, которые не просто там понуждают там что-то себя там почитать и Писание и прочее, нет, они алчут и жаждут правды. Вот как я понимаю, то есть аналогия нищие духом и нищие материально, чтобы было понятно. Я бы хотел сказать, что нищие духом никогда не допустят индульгенции или жертву за грех в виде каких-то материальных козлов, овец и так далее. Он понимает, что это перед Богом все ничто для искупления его за этот Адамов грех и за его собственные преступления, что нужна жертва больше города. Да, это глубоко большая тема, но она двумя словами блаженный нищий духом просто не скажешь. Тут много открывается горизонтов. Запомните главный горизонт Священное Писание, а дальше думайте, что хотите. И не забудь, что богатый духовно, это и есть такие люди, духовно богатые, которых Господь обогатил. Если ты скажешь, что нету, ты мне враг до конца дней. Это из собачьего сердца. Согласно толкованию написано суть душевно, чувствующая свое недостоинство. То есть вкратце. Ну, все равно, брат, это полностью не раскрывает этих слов. Это, конечно, тут с этим не поспоришь, но чтобы вот одной фразой все осветить именно, что значит нищий духом, я до сих пор не слышал. Ну, вот, брат сейчас осветил одной фразой, а я одной фразой не освещал. У меня не было одной фразы. К сожалению, у меня такого таланта нету, чтобы вопрос о духе осветить одной фразой. А так понятно, конечно, духовно не развит еще и так далее. Это, наверное, можно сказать, и отвергшись, и сами себя тоже не считают. Только если я задам вопрос, то, конечно, вы сейчас зависнете все. если духовно нищий, так сложно там все туда-сюда, как рождаются свыше? Он духовно нищий или уже начинает обогатился что-то, или так он духовно нищий все? Итак, нищий, нищий, а нищий кому будет отдавать? Когда? Где? Куда? И начнете сейчас витать. Это знаете там, где-то вот что-то. Ты давай трудись, а то все где-то отсидеться охота в пропасти. А вот Александр, брат, привел стих Писания Исайя 66 глава стих 2. Да, сейчас мы зачитаем. На кого я, говорит Господь, призрю на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим, то есть на смиренного. Это не будем забывать, что это первая заповедь блаженств нищий духом, первая. То есть если ты не имеешь нищеты духовной, то соответственно трепещущий перед словом моим, вот Исайя 66 2. Вот видишь, он нашел местописание, а я как раз к нему и подвел все, к слову. Перед словом моим трепетать ты должен, больше ничего, это духовная нищета. Поэтому не надо никуда больше идти, вы остановитесь здесь, обдумайте как следует, потом думайте будете там глазами вращать где-то дальше. Трепещите пред словом Бога. если бы все трепещали пред словом Бога, но оно в наше время не в чести, к сожалению. Брат, ты об этом даже не думай. Вперед и к Слову Божьему идем и идем. Только это надо, чтобы Иван Грибанов нам в субботу начал проходить Евангелие. Только не в эту субботу, он там дочитает ту-то книгу и начнет там немножко осталось. Пускай быстрее дочитает и все, я не буду даже вмешиваться. Читаем побыстрее. Можно, да. Начнем Евангелие. Тут столько людей, которые пришли недавно, Евангелие даже не слышали, а мы все их подчуем тем, что и сами не понимаем до конца. Такие сложности. Мы вообще не видели общим. Слава Богу Игнату Тихоновичу удалось жизнью своей убедить Господа, что надо собраться. Вот собрались. Ну, что получилось, то получилось. Спасибо. Кстати, тут кто-то пишет, вот гляди, Мякинин какой-то, Мякинин, Мякинин. зачитайте. Финн, наверное, какой-то. Вот. И он, гляди, кто любит читать его с маленькой буквы слово Евангелие с большой и слушать его. Кого его-то с маленькой буквы? Ну, если ты финн, то знай, у русских пишется все о Боге, о Духе Святом, а Богородица с большой буквы, ангелы, если Божьи ангелы, тоже с большой. Слово его с большой буквы. И слова спасибо у нас нету. У нас есть спаси Христос слово, на всякий случай говорю уже. Не спасибка идти никогда. А то спасибо, спасибо. Слово благодарю есть для этого. Такое простое мирское слово. А так нужно говорить спасти Христос. смотрите, что вы печатаете за своей речью, смотрите. Вот это Аз же нищий есим и убог. Аз, аз, с какой буквы тоже смотрите, пишите. Так, у нас время 15 часов по Москве. Я всех благодарю за участие. Время Игнатия Тихоновича. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. Сегодня у нас горячее было занятие. Много участвовало. Я по этой теме мог бы сказать, если бы нуждались в этом. Да, конечно, мы очень нуждаемся, Игнатий Тихонович. Я только заранее предупреждаю, чтобы наши отношения, то, что я буду говорить, не изменились ни с кем. Я начну с Николая Астахова. Николай, тут выставили ролик, с Виталием беседовали, вам тоже полезно будет. Ну, а мне сбросили его сегодня. Николай, ты меня слышишь? отошел, видать. Николай, ты здесь? Фотографии здесь, а нету? Ну, ладно тогда. Дело в чем, что у нас Евангелие как будто бы мало считается. У нас на занятиях вот, воскресенье, идут они Евангелие. И говорить, что Евангелия нету, это не соответствует действительности. Тем более, Евангелие от Марка, его по-другому не называется, при том, пособие уже начинает на третий раз проходить. Медленно идут, то есть Евангелие у нас на своем месте. А что где-то послание, послание, книга-то состоит где-то может быть девять десятых послания только с откровением. И откровения идут, и Вячеслав считает сейчас, то есть натяжка идет со всех сторон. Далее, я тут кое-кого не знаю, тут Дмитрий говорил, голос подайте, Дмитрий. Дмитрий. Тоже нету его. Вот когда говорили о нищете духа, он практически ответил. Ну, правильно, знаете, я просто прошу, прошу вас, будьте внимательны, когда другие говорят. Бывает у него центральное слово сохранено, и через него попытайтесь чуть-чуть подправить, а не затоптать человека. Это шестое качество лидера, привлекательность. Самое малое, кажется, коснулось миротворчества. Очень трудно, но он единственное блаженство, что наречен будет сыном Божиим. Первый спотыкается духовно, блаженный нищий духом. Ответ-то правильный дал он, но он выразил другими словами. Я вот беседую с одним баптистом, я говорю, скажи, как понимаешь слово душа? Ну, он одну знает и все. Я ему отвечаю, он нет еще, а у него 18 значений в Библии. Ну, кто английский язык знает слово кос, это сколько, около 20 значений. Курс, последний экзамен, не знанные хвосты, звездочка в вооруженных силах, на море. То есть, ну, то есть, разное-разное. Кос, там, какой-то месяц беременности, это все одно и то же слово. Можно понять его только из контекста. И вот, когда вы говорите здесь, ну, вот я, который сегодня слышал-то, будьте осторожны. Рахиль выскочила, вторая за ней уже стоит на ступеньке. Будьте очень аккуратны. Внимательно сказали, не спешите опровергнуть, а попросить прозрения. Она говорит, как это, от своего, как говорит, от тети Фроси, или все-таки считала, знает. И бывает, как ребенок, она ответила, но там есть искринка, которую нужно раздуть. Льна курящегося не угостить. Я заранее попросил, что не обидеться на меня, что я когда говорю, вы мне все дороги. Вот. И каждое блаженство так вот. Ну, а пример как? Пример это. Покажи, кого ты примирил, а не поссорил. Каждый себе поставь. Я в Козыле. Моя жена из Козыла. Туба. Тувинская. Ну, знакомые там баптисты пригласили меня. Но они не знают, кто я. А у них разделились, а которые зарегистрированы всех Б. Всесоветный Совет Иванковских Христиан Баптистов и Совет Церквей. Которые отделились, а чтобы Советской власти не подчиняться там. Ну, и разделились. Но им объявили, что пришли те и другие. Они всю жизнь вместе были, молились. Они, конечно, для нас они еретики по полной программе-то. Но тут пришли только переполненные у них, где они собираются, зал или там храмом не зовешь, но место собраний, так скажем. И дали мне слово, вывели меня. Я стал говорить. Я больше не видел вот так, чтобы мгновенно Дух Божий начал трудиться. Я еще толком не закончил. Что там было? Как они плакали, все упали, стали просить у Бога прощения друг у друга, слезами обнимают им. Но никто не знал, никто не знал, что я православный. Вот на практике это община, это не маленькая какая-то, говорится, от соседки пришла одна кума, да ее надо пригласить другую. Нет, это люди, они страдались. А теперь им на этом, теперь, когда вместе были, у них полное, абсолютное доверие. Теперь я сею, и они принимают. Вот они из них называются старший пресвитий. Раньше они епископом не называли никого. Это у них не было особо епископа, это они уже вот назвали. Теперь и кресты поставили, вот в Барнауле крест стоит у баптистов. Наверху было просто шило стояло, как ломик. Беседовали, в конце концов, вот так. И вот из этой же группы, где он был, а там в другом городе уже, перехватили они, мы беседовали. Беседовали до утра. И он тогда встал и говорит, ну что, надрали нам задницу? Так я перехожу в православие, это епископ по ихному. Немного погодя, его рукоположили у православных, стал батюшкой. Что? Просите духом мира. Миротворец, ты прочитал это блаженно? Береги. Попробуй на практике, что получится. Не обидел ли кого, не вытолкнул ли кого. Рахиль надо найти. Она не удержалась где-то, было, она на меня обижалась, там морковку чистила, а я за то, чтобы много не отлетало от морковки, это сказал. И она разобиделась. Ну, мы прям быстро-быстро все примирилось. А сейчас уже сколько дней ее нету. Какими словами сказать? Я ко всем обращаюсь. Вот вы когда отвечаете где-то, и сходу прямо не так. Нет, не так. Он сказал, и там больше половины уже открылась ему. Теперь раздуть это надо, не погасить льна курящегося. Понимаете, у меня нет, чтобы кто-то сделал был такой, который у меня враждебен, или нет этого, нет. Но раз попросили, я сказал. Теперь вот я маленькие вопросы задам. Отче наш, два варианта. Один у Луки, а другой у Матфея. Почему Евангелие от Луки не взяли нигде? Ни католики, ни православные, ни другие исторические церкви? Почему отче наш, вариант взят только по Матфею? Хотя то и другое все писание Бога духовновенно. Таких вопросов много. Много. И до чего надо доходить? Вот что такое озарение? У меня ответы даются. Озарение. Вот коснулось сейчас какое-то, ну, допустим, крещение Христа или Богоявление называется. У меня сказано проповедей столько на эту тему, только в книгах, кажется, четыре, но готовясь к новой проповеди, я стараюсь не заглядывать, чтобы не повторить. Не повторить. И выпрашиваю, упрашиваю у Бога. Кажется, уже все ясно. И уже все сказать. Я все еще в коридоре стою, и уже вот-вот мне выходить, проповедь говорить, и внезапно как озарение приходит. Вот Иоанн Затус подготовился к проповеди. Идет, и там нищий сидит, культяпку показывает, или руки нету, просит милостыни. Он мгновенно переменил проповедь и стал говорить о нищете и о нашем отношении, что я могу завтра быть такой же. Я насчитывал все 12 томов, поэтому знаком с этим. Потом еще, еще прослушивал сам запись своей, составить каталоги сопроводительные на три размера катушек. Это сложное дело было, но все позади. Почему? Нищета духом. Я повторяю, я постоянно, у меня нет гуманитарного религиозного образования, нету, щурка с глазами. И Бог открывает. Почему? Я все время выпрашиваю и днем, и ночью. Я не знаю, Господи, мне это не открыто. Но мою душу никто не терзал ни в семинаре, ни в академии. И когда это озарение подходит, прям уже минуты остаются мне выходить на проповеди, как сияние какое. Вот когда спрашивают, у меня спрашивают и где-то там в литературном институте, где я выходила, говорю, откуда вы берете темы такие, вот Святая Русь там или из тумана выходит там пророк на молитве. У меня, если вы меня видите, вот так проходит строка одна. Она, я не вижу ее, ее нету на лбу, она там внутри. А молитва идет, а у меня рядом лежат карандаши, ручка и бумага, стопка. Я сразу записываю строчку, строчку записал, дальше можно глаза завязать, 35 строчек, а 9 куплетов всегда, 9 и 4 и 36. Они будут дописаны. Это озарение. А бывает, молитва еще не окончилась утренняя, у меня снова другое. Я коснулся о бороде. Первая строчка, все, я положил ручку, дальше мне уже не надо, почему я знаю, дальше Господь будет вести. и нигде. Это 500 листов пачка продается, бумага писать, это 7 пачек одна на другую, еще почти пол пачки. И сверху донизу карандашом записано столько стихотворений, и ни одной поправки нигде нету. Ну, это понятно, что это не человек, это нищета духа. Вот когда я о чем говорю, почему люди так злятся, потому что я никому не угождаю. Я только чуть-чуть коснусь Святая Русь стихотворения. Святая Русь сколько написано? Сколько об этом говорили? Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга до порта Артура оспу острову. Все подгребили саму тайгу и в югу и расплодили нехристей воров. Кто хуже нас сокровища земные транжирит, жжет и рубит по весне? Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом, водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнили веренную нам не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. И как это напел Виктор Николаевич старшинка? Я никто. Это что, на нищету, духа, Господь вот это все делает и показывает и удивляется. Только в книгах у меня я отмечаю 4124 вопроса. И там как только не называют уникальные и прочее. Я не знаю это. Я стою за кафедрой. Брат Игорь Владимирович считает, а я даю объясняю дальше. Мы вдвоем стояли за кафедрой. Это вот нищета духом. У меня ничего нету. один очень серьезный человек он в моем доме обратился к Богу и как-то сказал не потому ли на наших докторов богословия там ну и бывает там разные звания у них что сами не имеете образования. Я говорю вот это мое преимущество. Мою душу никто не корежил. Никакой Осипов, никакой Дворкин. Я у Бога все это выпрашиваю. Почему? Ничего нету. Я становлюсь совершенно опустошенный. Я доверяю с Богом. Я могу рассказывать об этом. Павел говорит я учил три с половиной года со слезами. Считали все? Сами себе скажите когда вы учили со слезами? А я с первого дня понял это великий недостаток слез нету. И Бог дал мне может быть через неделю после обращения крещения Духом Святым и слезный дар. Так что я как пишет этот отец Кирилл сахаром где вы видели такое что часами на коленях внутри ограды церковной плакать и плакать и смещенники что не учат предупреждаю их это Божье дело и поэтому в любом вопросе посмотрите где какая скринка еще раз повторяю сохрани Бог меня кого-то из вас обидеть я просто делюсь опытом так Николай а сахар здесь нет куда же он делся ну ему можно передать они там ролик поставили кто такой Игнатий Лапкин с Виталием Калиниковым ну и Виталий никуда не идет один говорит да куда я пойду то другое ну хорошее говорят но говорят не зная до конца Виталий говорит в Омске Николай ты здесь что-то дергает картинка его что мои книги 38 томов которые мы провезли на 650 библиотек мира архиерей повелел сжечь и сожгли в первую очередь я архиерею не давал он к ним прикасаться не мог это сразу уже говорит о том что я же не ему дала библиотеку но библиотекарша или одна из работниц сказать точно не могу а она донесла архиерею а там разговор обо мне уже был и архиерей сказал книги эти изъять а как изъять когда они в библиотеке мы возвращаемся обратно уже из Испании из Португалии и в это время нам звонок заезжайте заберите книги тут у нас тревога большая архиерей напал но как только успокоится все мы снова у вас попросим эти книги но это же не сжечь тем более не сожгли но мы заехали но я уже сказал мы лично даем а почту в библиотеке я ни одной не посылал поэтому изъяли и больше там мы не были хоть сто раз бы они просили у кого-то где-то как-то тогда они могли бы взять так что они приходят попы священники в библиотеку и говорят мы слышали книги Лапкин у вас да мы тут собираемся выучим вы не можете нам пожертвовать их в семинарию без них нам никак нельзя обучать неправду говорят и показывают они у них стоят там или стопкой стоят и ну может быть и считают но не знаю а в другом месте как осинники Кемеровской области те их сразу отшили иди-ка ты отсюда поп не выдумывай когда тебе подарят тогда и будете учить а надо учиться к нам приходи в библиотеку и он да нет нет я только так даже искринку эту тоже не потушили Николая Астахова нету вот я как раз они там говорят что сожгли чтобы не было этого неправильного мнения которое Виталий сказал ну говорят слышал звон да не знает где он вот я его поясняю вопрос то ли никого нету нет нет спасибо Иисус Игнать такое молчание я не этого хотел то что у вас может вопросы будут еще вот я услышал как Валентина Дмитриевна Саркессон говорила ее сразу прихлопнули нельзя этого делать простите меня но у меня опыт огромный огромный 60 с лишним лет на проповеди никому не подражая а только выпрашиваю что на сегодняшний день потребуется сказать и то что мы проехали столько 650 библиотек а выступлений были тысячи и в дороге и в остановке и на заправке где только не было и поэтому мои года мое богатство кажется он умер говорили вахтанки кябизе так и охота сказать царство ему небесное я не могу понять а так получилось не просто так а родился сын который уничтожил одну четвертую часть населения земли игнатих да он спрашивает о жене сейчас можно врезать что-то сказал ради веселья ну и что-то ничего бы в этом не было плохого жена как церковь а церковь христос наказывает будь здоров как наказывает и поэтому раннейшее время было когда уже сосватали уже повенчались и отец его тогда в доме отца и отец там матися так доской а сверху между ними доски на матку ложатся а сверху третья доска и тут остается пространство между вот так вот третья это когда сверху вот достает там семиконцовая плетка нагайка как у казаков говорит я даю вот я ее учил и она годная осталась на все и так не выпускаю из рук вожжи вот тебе я отдаю а теперь специальная наука дается когда можно пользоваться в какое время и особенно когда ложишься спать плетку ложи рядом и постепенно ее приучишь к этому она не будет обижаться я считал про это так это что трогать я не говорю что так но именно так было и разводов не было столько Надежда Константиновна Крупская я недавно спрашивал сколько подряд никто не знает кто такая одна только девочка сказала да коммерсантша какая-то жена Ленина вот она говорила 17% разводов это национальная катастрофа а сегодня в первые 4 года 84,6% разводов кто воспитывает этих детей но они готовы уже все отжили не целомудрия не стерливости ничего нету это надо все строго держать дочь у тебя есть не показывай веселого лица Серахов говорит Николай Астахов не вернулся да вот я с кем лично встречался из вас лично ни одного нету от которого я чему-то не научился вот я зашел ты пришел Николай да да здесь я сейчас ты не слышал что говорят виталий говорит что по их книге в Омске сожгли по повелению такое а на самом деле анархиерей только попросил чтобы отдали книги они нам позвонили дорогу и мы обратно поехали забрали они сказали как он утихнет мы заново запросим они боялись что их с работы снимут так что книги ни одно не сожгли а где показывали что они стоят у них в семинарии попы выманили нам для семинарии надо без этих книг мы их правильно не научим мы там такие панигирики вот я задал вопрос один почему два варианта отче наш и в церкви взяли Матфея но не Луки почему и по сравнению с посланиями и нашей общины Евангелие стоит на своем месте я ответ слышал на этот вопрос я ответ слышал на вопрос почему они говорят потому что через это не полнота как бы то есть клир одно поет прихожане миряне а священник дополняет как бы вот все полнота мне так сказали я просто просто спросил ладно как будто бы не спрашивал вопросы есть а теперь смотрите кто знает у Солженицы на сколько было детей и как их звать Ермолай Ермолай Игнат и Степан так главное у них зовут не Игнатий а Игнат так вот мое имя в Нагорной проповеди и что будут Игнать а теперь а теперь букву поставь имя у нас тут фамилия одного была Яковлев и он говорит а как у тебя фамилия такая же как у Господа моего Бога Якова Яковлев ну если никого нету ничего то что готовиться на молиту ну назначайте тогда Игнать хорошо сейчас мы сделаем это минутку хорошо Дмитрий Ширяев здесь у нас Дмитрий Ширяев нет вы здесь да слышно меня ну заслышу так сейчас братья знают что пропоют они вместо достойного и сразу кратко помолитесь прославьте троицу и громко скажите аминь кто согласен говорите аминь молитой делается вашей явился ты все день вселенной и свет твой господи запечатлелся на нас полноте знания воспевающих тебя пришел явился ты свет неприступный господь наш иисус христос мы благодарим тебя за день сегодняшний за то что позволил нам собраться у ног твоих за братьев твоих ревностных господи слава тебе господи побуди на изучение слова твоего даруй господи памяти и даруй господи рождение свыше и быть ведомым духом твоим святым всем присутствующим здесь и господи кто ищет тебя позволим найти тебе наше сообщество в интернете за всем мы тебе прославляем отец сын и святой дух аминь 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 спаси христос аминь 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 спаси христос аминь спаси христос